Итак, обзор PlayStation 5. Ну а с вами Борис Веденский, это Дроидер. Давайте посмотрим на новую PlayStation и разберемся, стоит ли обновляться и когда. Погнали! И начнем с экстерьера. Как вы знаете, есть две версии приставки. Они отличаются по цене в 9000 рублей. Немало за привилегию в 2020-м ставить диск в приставку. Сразу про дизайн и размер. Да, она огромная. Вот так выглядит в сравнении с PS4 Pro. Но интересно, что в реальности она ощущается не такой доминирующей, как на видео. Почему-то. Но интересно, почему она таких габаритов. Если посмотреть разборы, видно, что существенную часть вверха занимает вентилятор. А внизу много пространства отдано под радиатор для охлаждения. Все это для того, чтобы приставка не грелась. И слава Кратосу, она действительно не греется и не шумит, в отличие от предыдущей плойки. Хотя посмотрим, что будет спустя год, когда туда в эти отверстия пыль подназобьется. Но больше вопросов у меня не к габаритам, а к дизайну. И сейчас даже дело не в вкусовых оценках, а в том, что это вещь, которая притягивает к себе внимание. Это не утилитарный предмет интерьера, который можно как угодно спрятать в нем, замаскировать. Она другая. Нравится или нет, такой подход к интерьеру просто непрактичный. Но, возможно, хитрая задумка PlayStation в том, чтобы люди чаще замечали консоль. Следовательно, чаще ее запускали. И, следовательно, чаще делали покупки в магазине. Но чисто как вариант. Но это еще ладно. Главный вопрос у меня вот к этой подставке, при помощи которой плойка кладется на бок. И я не знаю, кто это придумал. Я очень надеюсь, что у этих людей есть глаза. В целом, сборка сделана достаточно качественно, кроме задника, который напоминает китайский пластик. И да, если присмотреться к поверхности плойки или контроллера, видно маленькие символы PlayStation. За это, конечно, лайк. Второй важный момент — это внутренности. PlayStation 5 работает на кастомном процессоре архитектуры Zen 2 от AMD, как и новые Xbox. Выдает приставка 10 Терафлопс. Кстати, интересно, что процессор охлаждается при помощи жидкого металла. Вот прям тут он нанесен. Но главное техническое нововведение NextGen, как вы знаете, — это быстрый SSD, чтобы все молниеносно грузилось. Причем в PlayStation 5 SSD даже быстрее, чем в Xbox. Давайте посмотрим, на что это влияет. Например, загрузка системы. На нее уходит порядка 20 секунд. Прикольно. А теперь кое-что посложнее. Приключение между запущенными играми. У нас открыт платформер Astro Playroom, к которому мы, кстати, перейдем еще. Это важно. И попробуем загрузить Demon's Souls. На это у нас уходит около 30 секунд. Причем мы попадаем из уровня одной игры в уровень другой игры. Практически доставка от двери до двери. Круто. Еще одно прикольное применение SSD — это быстрое перемещение между разными мирами внутри одной игры. Например, в той же Astro Playroom мы попадаем из общей комнаты в уровень. Всего за несколько секунд. Теперь к видеопроизводительности. Во-первых, слово, которое вы еще много раз услышите — Ray Tracing. Это технология трассировки лучей, которая отслеживает, как преломляется свет, чтобы сделать изображение в игре более реалистичным. Как это увидеть в PlayStation 5? Самая яркая демо на данный момент в новом Человеке-пауке. Причем игра может работать в двух режимах — красивом с Ray Tracing на 30 FPS и на 60 FPS в производительном режиме. Если Ray Tracing включен, то блестящие поверхности, витрины или лед отражают реальные объекты в игре. Если выключен, то показывают просто какие-то блики. Выглядит круто, но у меня только один вопрос. Почему нельзя сделать и с Ray Tracing и на 60 FPS? Это все-таки консоль нового поколения, а она только выходит, а уже какие-то компромиссы. Ведь на коробке нам обещают вообще заблочные вещи — 4K в 120 FPS, поддержку HDR и даже 8K. Но окей, возможно, это сделано именно в целях демонстрации. Но из важного — консоль на данный момент не поддерживает разрешение 1440p, только Full HD или 4K. Поэтому мониторы с таким разрешением пока идут лесом, может быть, обнаряд. И важный момент — про хранилищ. На коробке написано 825 гигабайт, но на деле с установленной системой вы получаете 667 гигабайт. Правда, игры тут могут занимать чуть меньше места, чем на Xbox. Например, Destiny 2 весит 50 гигабайт, а не 100. Сзади нет слота для карты памяти, но внутри есть разъем PCI 4.0 для подключения хранилища, пока непонятно, какое и как туда можно вставить. Зато на корпусе есть три USB для подключения внешних дисков, но важный момент — запускать игры с них нельзя. Они должны быть скопированы. Хорошо, что это происходит быстро. Также есть один Type-C. Один, но гордый. Третий и, наверное, самый интересный аспект новой плойки — это ее контроллер. И вы наверняка уже слышали много типа «Вау! Новое ощущение! Круто!» Непонятно, что это значит. Сейчас разберемся. Он в новом дизайне, но важно другое. Контроллер переименовали. Раньше был DualShock, а теперь DualSense. Слово Sense означает чувство. И это не просто так. У нас пять органов чувств. На вкус и запах пока особо хорошо влиять не научились. За зрение отвечает монитор. А вот звук и осязание — теперь это ипостась DualShock. Во-первых, появилась новая система тактильной отдачи, называется Haptic Feedback. В каждой рукоятке по вибромотору. Но! Важно, что моторы с одной стороны очень мощные, с другой стороны очень точечные. Ты будто одновременно держишь в руках дешевый Xiaomi с дребезжащим вибро. И благородный iPhone с мощным Taptic Engine. Ощущение примерно такое, но еще сильнее. Вторая крутая штука — это адаптивные курки. Там прям специальные приводы есть, чтобы изменять силу, которая требуется для их нажатия. Это может применяться, когда натягиваешь лук или выставлять разные настройки для разных типов оружия. Чтобы все это протестировать, на PS5 установлена демка под названием Astro Playroom. Блин, это крутая штука. Ты реально чувствуешь геймпадом поверхность, по которой идет герой. И я стал задуматься, а как это работает? И оказывается, они придумали простую, но гениальную штуку. Геймпад не только вибрирует по-разному в зависимости от взаимодействия с разными поверхностями, но это еще работает вместе со звуком. И это очень похоже на наше ощущение от поверхности, ведь мы их не только чувствуем, но и слышим. Эта игра даже скорее не демка для пользователей, а инструкция для разработчиков. Вот так должен капать дождь в играх на PS5, а вот так надо вытягивать канат. Кстати, важно, что динамик стал качественным. В DualShock 4 он был писклявый, это раздражало, и функция была ненужной. А тут кайф. И казалось бы, классные фишки, прикольная демка, но будет ли это использоваться в других играх? Хороший вопрос. Я им задался, и оказалось, что уже используется. Например, в Demon's Souls динамик и вибрация контроллера сопровождают касание орудия героя с какими-либо предметами. Не сам там взмах или движение. Геймпад отвечает именно за физическое взаимодействие между героем и объектами. И из-за этого как раз получается вот эта тактильная отдача в игре. Еще, почему-то никто не говорит про акселерометр и гироскоп. Они тысячу лет есть в контроллерах, но ими мало пользовались, потому что они работают медленно и не точно. Здесь все исправили, и это впервые мне было прикольно управлять игрой при помощи акселерометра. Тут можно доводить прицел, поворачивая геймпад, и это удобно. И микрофон. PlayStation говорит, он настолько качественный, что не нужна гарнитура. На самом деле микрофона здесь целых два. Задний, видимо, для шумоподавления. Давайте проверим, сравним с моей петличкой. Каждый геймер желает знать, куда засунуть PlayStation 5. Качество действительно неплохое, хотя небольшое эхо из-за расстояния до микрофона, конечно, чувствуется. И, естественно, все спрашивают про батарейку. Ну, во-первых, здесь стоит аккумулятор на 1560 мАч, в отличие от 1000 мАч DualShock 4. Во-вторых, расход сильно зависит от того, много ли используются вибромоторы. А в-третьих, я свой посадить пока не успел, но по тестам в интернете хватает на день игры, но заряжаться можно по Type-C. Ну, и про игры, наконец, поговорим, тут тоже интересно. Во-первых, эксклюзивы. Важно, что PS5 сразу стартует с несколькими проектами, которые только на плойках доступны. Это, во-первых, новый Человек-паук Майлз Моралес, который красивый и динамичный, но, говорят, короткий. Во-вторых, очень красивый ремейк Demon's Souls, там прям свет, атмосфера, вау. В-третьих, платформер Sackboy. Это самые яркие тайтлы. Интересно, что магазин PlayStation Store с него зайти тоже сразу давит эксклюзивами, причем даже теми, у которых еще даты выхода нет. Похлопай моя идея, да. Во-вторых, подписка PlayStation Plus в ответ на подписку Xbox'а серьезно расширилась. Там, например, появились хиты PlayStation вроде Last of Us или God of War. Ну, еще многое всего, но, конечно, не сто игр. Но самый большой вопрос к обратной совместимости. Она заявлена, но, судя по тестам, многие игры на данный момент неиграбельны. Например, последний Deus Ex. Возможно, это поправят патчами. Я пока много игр протестировать не успел, но это как раз важная тема для сравнения между плойкой и Xbox'ом. Так что, если вы за, то обязательно прожмите лайк напомнику «Я» на всякий случай. Стоит ли этот набор контента того, чтобы ради него покупать плойку прямо сейчас? Ну, если вы в теме игр, то уже приняли решение. А если нет, то, скорее всего, пока это не настолько яркие анонсы. Так скажу. И пару слов про остальной софт и оболочку. Во-первых, оно не лагает. Браво, PlayStation. Во-вторых, ставка явно сделана на атмосферу и уют в системе. Например, когда переходишь на страницу игры, начинает играть музыка из нее. Это здорово. Управление немного странное. По нажатию кнопки PS первым делом открываются карточки с разными действиями внутри игры. И только после этого можно перейти в загрузки, настройки, меню игр и так далее. А еще в нашем регионе пока не поддерживается фоновое воспроизведение музыки из сервисов вроде Spotify. Хотя иконка такая предусмотрена. Но в целом это небо и земля по сравнению с слагающей оболочкой от PS4. В итоге мне сложилось ощущение, что PlayStation и Xbox в этот раз очень внятно сегментировались. Но в Xbox больше про крутые технологии, большие цифры, терафлопсы и прагматику. А PlayStation про эмоции, ощущения от игр, атмосферу. Ну, в общем, правое полушарие. Это проявляется и в дизайне приставок, и в контроллерах, и в том, как выглядит система. В общем, что, голосуйте за сравнение, нужно ли оно. APS 5 стоит 47 тысяч рублей за полную версию с Blu-ray-приводом и 38 за диджитал-версию. Ну, на нее и надо, видимо, прицеливаться, тем более, что загрузки из PS Store вроде с нормальной скоростью идут. И спасибо, что посмотрели. С вами был Борис Веденский, это Droider. Жмите колокольчик, лайк, подписку. Пишите в комментариях, какие игры этой осенью хотите поиграть. Видите в других видео. До встречи в будущем. Думаете, у меня только один анонс для вас сегодня? Нет. Если одно сравнение вам не зайдет, то в любом случае мы выпустим сравнение Pixel 5 и iPhone 12. Где-то там он лежит. Ну, вы поняли. Не пропускайте. Продолжение следует...